Вы меня видите, да? Мы видим презентацию. А меня? Нет, у вас вообще. А, маленькое окно, да? Ну, в маленьком окошке, естественно, да. А, в маленьком окошке. В маленьком-маленьком окошке. Вот-вот-вот, да. Какая-то часть моего организма должна быть. Видно? Все видят. Отлично. Ну что, тогда мы приступаем, да? Да-да-да. Окей. Татьяна, вы что-то хотите сказать? Или я сразу... Я все представила, я все про вас рассказала уже, Александр. А, так я могу уже ничего не говорить. Ну, вы нет, вы можете, может быть, вы что-то новое скажете. Я сказала, что вы, значит, прежде всего, член-корреспондент Российской Академии Архитектуры и Строительства, что вы профессор, доктор наук, что вы занимаетесь такой специалистической деятельностью в нескольких вузах. Да. Перечислила их, ну, что еще? Что у вас есть свой научно-исследовательский центр. Вот я просто не сказала, чем ваш центр занимается. Это все скажу, да, скажу. А так, вот, ну, достаточно верно у вас есть специально. Так, спасибо, Татьяна Львовна. Ну, обращаясь уже к моим молодым коллегам, к магистрантам первого курса, да, что... Татьяна Львовна обратилась ко мне недавно с такой просьбой, да, прочесть, ну, некий курс лекций, который разовьет ваше критическое мышление в отношении вообще всего, что происходит в нашей жизни, ну, и в отношении того, что происходит в строительстве, в биомтехнологиях, ну, и около того. Я не мог не согласиться, хорошо относясь к Татьяне Львовне и к вам тоже, так сказать, заочно. Но это потребует от вас, ну, некого напряжения ума, повторяю, того самого критического взора, который вам понадобится в вашей взрослой жизни, ну, тем более, если и когда вы готовитесь к жизни исследователей, да, то есть все подвергает сомнению. Значит, критический взор. Итак, наше первое сегодняшнее занятие, оно такое, как бы, вводное, да, втягивающее. Сразу хочу сказать, что оно вот носит такое название, посмотрите, да, на слайд, на первое, называется «Цифровые технологии в строительстве». Да. Ну, такой подзаголовок, то, что вы хотели знать, но боялись спросить, с пылу жара и без утайки. То есть мы будем это говорить о своей точке зрения на эту тему, как мы это видим, где мы тут присутствуем сами, как мы критикуем то, что происходит. Ну, я имею в виду то, что нам не нравится и хотелось бы, чтобы развивалось по-другому. Вы видите, значит, под хэштегом «АМБ» это вот мои инициалы. И вот сайте, на сайте нашей фирмы, я не еще немножко скажу, на Учительский Центр Стадии, вот это наш сайт. Очень рекомендую вам туда заходить, потому что там есть много новостей, много информации в отношении, ну, в частности, того, чем мы занимаемся, как в научно-исследовательской, практической сфере, так и в сфере образования в разных университетах России и не только. Ну вот подтверждение, так сказать, двух тезисов, о которых говорила Татьяна Любовна в начале, да, вот это эмблема, да, ну или лейбл, как сейчас говорят, Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук. Почему я в том числе говорю? Потому что на последнем годовом собрании этой академии, это одна из четырех государственных академий в России, вот, как раз эта тема, эта тема была основной, да, это была тема пленарного, так сказать, выступления, да, вокруг которой потом были обсуждения, да, цифровые технологии в строительстве. А вот здесь такой лейбл, где вы видите наш Новосельский Центр Стадия, вот он в центре, вот его лейбл, и целый-целый ряд университетов, с которыми мы в разной степени сотрудничаем, то есть где-то читаем лекции, вот как у вас, переначинаем, да, где-то у нас есть научно-образовательные центры, где-то есть и то, и другое, где-то мы присутствуем в диссерционных советах, ну, вот видите, их довольно много, да, вот, то есть где-то порядка там 10 штук. Так скажем. И это еще не полный список, да. Итак, сегодня лекция у нас вводная, и поэтому я просто расскажу о неких, значит, общих принципах, общих понятиях, криминологиях, с тем, чтобы мы с вами в дальнейшем попытались говорить на одном языке. Это очень важно, очень важно. Почему? Потому что особенно сегодня в век вот этих самых цифровых технологий, экономик, когда только из утюга, по-видимому, не несется насчет всего этого, да, и только дворник не высказывает свою точку зрения, хотя я не уверен и в этом, да. Очень важно договориться об общих понятиях и терминках, да. Ну, это касается всего, это касается и той же БИМ-технологии, потому что, как бы, злоупотребление в терминологии, в понимании, да, в определении, там тоже очень и очень много, да. То есть люди говорят об одном, называют это БИМом или чем-то еще, да, а на самом деле выясняют, что они говорят о чем-то другом, да, как выяснится. Поэтому это очень важно. Итак, первый пункт, первый раздел или подраздел, как угодно, это цифровая экономика, цифровое производство, цифровые технологии, да, из прошлого в будущее, без остановки. Ну, такой несколько фривольный, ироничный, так сказать, подзаголовок, да. Первое, что такое цифровая экономика, да, сегодня это там во главе угла, так сказать, правительство, там президент, значит, чиновники разных уровней, но, прямо скажем, невысокого уровня знания насчет этого, об этом много что говорят и рассуждают, да. Все-таки, что это такое цифровая экономика? Вообще, существует ли такая цифровая экономика? Можно ли стремиться к ее достижению, да? Или это некий, значит, не знаю, там, эвфемизм или, так сказать, недостижимая цель? Ну, по крайней мере, вот все современные там, или там большая часть современных энциклопедий, википедий, ну и прочих, значит, источников разной степени достоверности определяют ее как систему экономических, внимание, да, то есть это экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий, да, то есть понятие цифровой экономики определяется через понятие цифровых технологий, да, то есть нам еще понадобится определить, что это такое, да, цифровая технология. Но мы видим, что основой цифровой экономики, да, является цифровое производство, да, это концепция технологической подготовки производства в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования, проверки и моделирования производственных процессов. Ну, то есть такое тоже достаточно общее понимание, да. Я не представил вам, как бы, да, одного из отцов, по крайней мере, этого термина, этого понятия. Ну, разные источники приписывают, как бы, авторство разным, но большая или большая часть приписывает его Николасу Негропонте, значит, такому ученому, да, который работал в ведущих научных центрах Соединенных Штатов Америки где-то там в 60-е и 70-е годы. И, кстати, по совместительству был родным братом одного известного политического деятеля Соединенных Штатов. Ну, вы можете там по интернету понять, кого, да. Вот посмотрите на его такое доброе лицо. По-видимому, в момент съемки он думал о цифровой экономике, так я подозреваю. Значит, что относится к современным технологиям цифровым, да. Эта технология, много что относится, безусловно, да. Говорю это именно потому, что те, кто часто грешит употреблением этого понятия, очень редко могут определить, что же туда относится, да. Итак, к цифровым технологиям относятся, из того, что мы понимаем, да, и на чем можем настаивать, да. Это технологии математического и компьютерного моделирования. В наших с вами занятиях, хочу сказать сразу, мы больше всего будем говорить об этом. Ну, в том числе, потому что мы в этом больше разбираемся и всю свою сознательную жизнь я, например, занимался ровно этим, да. То есть математическое численное моделирование, да, на протяжении последних там, ну, вот как минимум 50 лет, если брать еще обучение в институте, да. Сегодня к ним, конечно же, так сказать, сильно, сильно их подкрепляют, там, догоняют, развивают технологии big data, да, то есть больших или, так сказать, больших данных, да. То есть это возможность и технология работы, не просто работы, а, так сказать, анализа огромного массива информации, да, сегодня объемы этих массивов поражают воображение даже тех, кто всю жизнь работал с этими данными, ну, например, мое воображение, да. Ну, я вам потом еще расскажу, покажу, значит, где это очень актуально. Вот, значит, интеллектуальные или, как их в России называют, умные технологии, да. Технологии определения местонахождения, ну, это всякого рода геоинформационные, значит, да, системы, облачные сервисы, которые тоже активно используют, аддитивные технологии, ну, или, как в России их тоже часто называют технологии 3D-печати, так, интеллектуальные датчики, мобильные устройства, ну, и многое другое, да, многое другое, о чем мы, может быть, будем говорить, а, может быть, и не очень в процессе наших занятий. Ну, чуть позже мы, наверное, заканчивая сегодняшнее занятие, мы договоримся, как часто мы будем встречаться, да, ну, вот это вот с вами и с Татьяной Любовной договоримся. У меня есть свои представления, вот я бы хотел с вами встречаться вот как раз по вторникам, то есть вот, ну, там через неделю, по-видимому, да, или по средам, извиняюсь, да, по средам, через неделю, сегодня вторник, как бы, исключение исправил, потому что в среду у нас как раз заседание Президиума Российской Академии Академии Строительных Наук, да, ну, здесь, опять же, в таком ироничной манере, да, представлена позиция, ну, или представление, скажем так, да, многих о том, а что, собственно, дает внедрение вот этих цифровых технологий, ну, в том понимании, как мы сегодня себе это представляем, да, ну, вот есть такое представление ну, это как бы представление о хорошей жизни, да, что внедрение цифровых технологий, это такой важный фактор инновационного развития, мы говорим сейчас о строительной отрасли, да, хотя, конечно же, это касается всех отраслей, сколько-нибудь созидательных, позволит всем участникам, ну, так называемого инвестиционного цикла, ну, кого мы тут к ним относим, да, изыскатели, я не беру там захребетников, драмоедов, я говорю те, кто реально, значит, занимается, да, этими этапами, то есть это изыскатели, архитекторы, проектировщики, инженеры, да, дизайнеры, ну, в широком понимании этого слова, заказчики, строители, эксплуатационщики, здесь они не перечислены, да, работать как бы в единой команде, да, вот это teamwork, так называемый, да, и добиться успехов, причем такой, так сказать, непротиворечивых результатов, да, в реализации самых сложных объектов капитального строительства. Ну, вот здесь как раз, видите, показано, ну, как бы, как происходило все до сих пор, когда не было вот этих цифровых технологий, умных, интеллектуальных решений, ну, вот как соединялись, например, рельсы, да, когда, значит, два участка приходили, выяснялось, что, видите, такой стыковки нет. Это такой образ, да, своеобразный, на самом деле, действительно, это существует, бывало в разных отраслях, и при проектировании, и строительстве, при увязке разных разделов, например, проектов, там, да, строительства, эксплуатации. Наше мнение насчет того, насколько радужны перспективы при внедрении вот этих самых цифровых технологий вы еще, конечно, услышите, да. Ну, если говорить о непосредственном этапе проектирования, да, и несколько в таком расширительном его плане, да, и вообще этапы, так сказать, жизненного цикла, который тоже мы, так сказать, определим, что это такое, и этапы инвестиционной, значит, цикла, то раньше, ну, там еще, ну, сколько, царя гороха, если смотреть, была, были так называемые бумажные технологии. Понятно, что все, вот все вот там самые большие проекты, вот как здесь показано, да, вот на бумаге, на листах, на рулонах или вот на таких огромных простынях, я, естественно, застал это время, насчет вас не уверен, и Татьяна Львовна наверняка тоже застала это время, хотя она существенно меня моложе, да. Так вот, делалось это ровно таким образом, видите, где-то там за Кульманом или даже вот так лежа, вот прорисовывались какие-то фрагменты или, так сказать, общие модели, общие тогда слова модели не было, проекты, да, на этапах изыскания, этапах предпроектных проработок, проектирования, ну, и там сопровождение строительства и эксплуатации, да, это бумажная технология. Понятно, что это были, как бы сейчас сказали, тогда такого термина не было, конечно же, да, 2D-модели, то есть модели плоские, да, и с помощью такой системы плоских моделей, опять же, как сейчас сказали, или чертежей, как это называлось раньше, да, по-английски это drawings, вот создавалось представление о реальной трехмерной, да, возможно, даже развивающейся во времени объекте строительства, да, капитально. Шло время, шло время и начиная с 60-х, 70-х годов, ну, 70-е годы, это когда я вышел на работу в один из передовых российских, после институтов, передовых российских институтов, гидропроект он называется, да, московский, ну, кстати, плоды его деятельности, если говорить, гидропроект, всесоюзные институты имени Жука, включая Ленинградское отделение, они видны и у вас хорошо, да, ну, например, например, Иркутская ГЭС, которая находится рядышком с вами, да, вот, тоже результат проектирования такого, да, ну, и дальнейшего строительства и эксплуатации, безусловно. Меня слышно хорошо? Да. Так вот, начиная с 70-х годов, с начала 70-х уже появилось такое понятие, в русском языке оно звучало как САПР, САПР, система автоматизированного проектирования, да, то есть уже слово автоматизации, слово системы тут явно звучали, и явно звучало, и более того, под этим предполагалось и, так сказать, имелось в виду использование электронных вычислительных машин, да, тогда это так называлось, больших электронных, не было, как вы понимаете, персоналок или там таких рабочих станций, да, это были большие электронные вычислительные машины. Ну, в Советском Союзе это были машины, частично тянутые по своей технологии за рубежа, из-за Америки прежде всего, да, ну, такого, как класса IBM, класса Хьюлета Паккарда, но в России, в Советском Союзе, точнее, они назывались по-другому, они назывались BESM, они назывались ЕС, да, машины единой серии, но тем не менее это были такие огромные машины, вот, и с помощью, естественно, программистов, к которым я имел не просто прямое отношение, каковым я был в том числе, вот, разрабатывались такие системы, которые позволяли помочь на тех или стадиях проектирования, ну, в меньшей степени изыскания, а именно такой был саппорт, именно проектирование, да, помочь вот перейти уже к другой стадии, к другому уровню проектирования, не бумажному, или, по крайней мере, не только бумажному, да, но и к проектированию с использованием, вот, значит, таких, ну, как тогда бы сказали, модели в электронных вычислительных машинах, сейчас бы сказали компьютерных моделей, да. Тогда в России, в Советском Союзе это не было очень в ходу, слово компьютер, да. С чего начиналась система вот автоматизированного проектирования? Она тоже начиналась, по сути дела, с автоматизации выпуска вот этих двумерных чертежей, да, ну, по сути, так вот, автоматизация или там механизация этого процесса, выпуска на там принтерах, плоттерах, большого формата, да, ну, действительно, это позволяло на первых порах ускорить этот процесс, но это было более такое, ну, я бы сказал, технологическое решение, которое не меняло сути проектирования, да. Все равно большая часть проектировщиков, львиная часть проектировщиков, вот, в 70-е, начале 80-е года, мыслила, думала, так сказать, в терминах таких плоских чертежей, да, ну, вот набор которых, разрезы, планы, да, должна была представить собой, так сказать, полный объект на разных стадиях его жизненного цикла, опять же, этих понятий тогда не было. Но шло время, шло время, и вот система автоматизированного проектирования, значит, мы уже знаем, так сказать, его в нынешнем виде, такие системы, вам, наверное, хорошо известны, как фирмы Autodesk, Autocad, да, как Old Plan, как Bentley, Graphisoft, ну, и многие-многие другие, да, уже стали появляться, так сказать, росла техника, возможности техники, появились персональные компьютеры, появилась возможность ставить это на любое рабочее место, да, и появилась возможность, вот это был такой действительно кардинальный, революционный, как я считаю, шаг, сменить, как бы, парадигму проектирования, да, как я сейчас сказал, то есть отойти от этой системы плоских чертежей, да, а строить именно трехмерную модель, именно трехмерную модель, именно трехмерную модель, наиболее возможной реалистичным способом разные разделы, сюда входят архитектурные, значит, конструктивные разделы, инженер-инженерка, да, всякие там, ну, я не знаю, там, воздуховоды, вентиляция, комбинезация и так далее, да, то есть разные разделы проектов, вот, там же появились различные полезные примочки, как мы их называем, да, ну, в виде, например, поиска коллизий, да, чтобы у вас какие-то элементы, которые не должны пересекаться, более того, которые должны, элементы конструкции, сооружений, систем, а более того, должны находиться друг относительно друга на определенных дистанциях, чтобы они такие и были на модели такие, но, повторяю, основным революционным прорывом, который, конечно же, занял не один день, не один год, да, это, так сказать, десятилетиями накапливалось, да, вот, это был переход от вот такой системы, как бы, плоского мышления и плоских чертежей, в которых, повторяю, были воспитаны многие поколения проектировщиков, да, замечательных проектировщиков, кстати говоря, да, ну, вот вы видите, плоды их рук, да, и, так сказать, мысли, да, практически, вот, например, мне это ближе, да, поэтому я об этом говорю, все гидросооружения, которые, вот, в Сибирском регионе, вот, вашего Ангарского каскада, да, ну, имеется в виду, Кутская, ГЭС, Братская, Устилимская, Бугучанская, вот, они все были спроектированы вот в той технологии, но насчет Бугучан не знаю, может быть, уже что-то там было и другое, но вот те, о которых говорю точно, да, Енисейский каскад, то же самое, да, с Айнушушинской ГЭС, мы сейчас вот работаем с этой станцией, да, и раньше работали, да, Красноярская ГЭС, то есть, крупнейшая гидроэлектростанция в Советском Союзе, в России сейчас, да, вот, они все были спроектированы вот с помощью вот такой технологии, да, технологии, как бы, чертежей, да, плоских. Повлияло ли это на качество проекта? Отрицательно ли это появляло на качество проекта? Я бы не стал так говорить. Понимаете, мы тут затрагиваем очень такую серьезную, не даже готовы были бы рассуждать на эту тему, серьезную область, такую, скорее, философскую. Да, действительно, технических средств, скажем, 20, 30, 40, 50 лет назад было меньше, чем сейчас, да, всевозможных технических, компьютерных, программных, гаджетов, там, интернета не было, как вы, наверное, догадываетесь, да, вам рассказывали об этом, что не было интернета. Но это не только позволяло, это обязывало всех технических специалистов, инженеров и научных сотрудников, прежде всего, больше работать головой. Видите, куда я показываю, да? То есть, сильно развивалось серое вещество, да, развивались извилины. И это не могло не сказаться на качестве этих проектов, да, то есть, многие люди, там, включая, там, поддерживающих научные кадры, математики, там, да, расчетчики, они вынуждены были много внимания уделять, так сказать, такой аналитической работе, да, внимательно ставить задачи, внимательно проводить расчеты, например, да, внимательно анализировать, на это было время, внимательно анализировать результаты, аналитически к этому очень серьезно приходили. Сегодня, что мы имеем, как бы, по прошествии большого времени, да, видимость простоты появилась, да, опасная видимость простоты, что можно, как пелось в одной песне эпоха перестройки, нажал кнопку, имеешь результат, да, и вперед. Коррелизация этого результата, там, в кассу или еще куда-то, да, а подумать, а поговорить, а оценить разные подходы, да, и критически взглянуть на то, что ты получил. Кто и когда это будет делать? Да все компьютер сделать, все программы сделать, да, за вас. Это очень опасно. Это очень опасно. Я буду приводить вам примеры, когда эта опасность, к сожалению, была реализована на практике, да, когда она привела к печальным событиям. Поэтому, возвращаясь на много-много десятилетий назад, когда вот этих технологий не было, когда вот были эти самые бумажные технологии, я хочу сказать, что тут было как бы то на то, и даже еще непонятно, в какую сторону, да. То есть было очень трудно все это сделать технологически, да, выпустить все эти чертежи, огромный объем, да, все это посмотреть, все это, так сказать, привести в соответствие, да, но было и много мозгов, которые этим занимались. Сейчас мы имеем много кого? Менеджеров, экономистов, юристов и прочих бесполезных, как правило, да, а зачастую и вредоносной публике, да. И очень мало технических специалистов, которые способны на аналитические мышцы, если какие-то, да. Ну и соответствующим образом квалификационно подготовлены, разумеется. Поэтому, говоря о прогрессе, который, безусловно, полезен, да, и мы как бы, вы увидите, так сказать, сильно способствовали ему, да, и будем способствовать дальше, мы должны понимать и о тех потерях, которые мы несем, да. Да, мы как сообщество, мы как общество, так сказать, да, вот, который живет на этой территории, да, и хочет, ну, иметь безопасную и комфортную среду жизнедеятельности. Итак, я пропел, не знаю, там, похоронную или, наоборот, гимн вот этим бумажным технологиям, ну и, конечно же, не бумажным технологиям, да, и, конечно же, не тем возможностям, которые они предоставляли, они были небольшие, да, а тем людям, которые, вот, на плечах которых, да, тех специалистов, да, зиждется современная техническая цивилизация. Не было бы их, не было бы новых технологий и не было бы тех решений, да, которыми пользуемся. Вообще, я хочу сказать, да, вот, мое искреннее мнение, оно, наверное, идет в разрез сомнением, апологетов цифровых технологий, что сама по себе цифровая технология нафиг никому не нужна. То есть, если, или цифровая экономика в том числе, да, ну как бы, то есть, если эта цифровая экономика не базируется на реальной экономике, да, на реальных технологиях, реальных производствах, можете подставить под слово производство любое, да, авиационные двигатели, космические аппараты, там, строительные конструкции, значит, численные методы, что хотите, то есть, реальное то, что работает, да, эти цифровые технологии тогда будут просто работать без базиса. То есть это будет надстройка непонятно над чем. То есть мы получим отцифровку пустоты. А нужна ли нам отцифровка пустоты в широком и узком понимании? Думаю, никому не нужна. Мы просто в очередной раз увидим, что это цифровая экономика. Без реального наполнения реальной экономики есть та самая пустышка. Опять же, это мое соображение. Оно, так сказать, понятно, носит такой философский характер, основан на нашем опыте. Но этот опыт сын ошибок трудных, он и есть самое ценное, что говорит о том, где у нас политический лозунг под названием цифровая экономика, а где у нас есть реально технические научно наполненные понятия. Итак, идем дальше. Мы поговорили немножко о САПРе. И вот мы видим следующий этап развития, это так называемые BIM-технологии. Тема, которая как раз обозначена как основная в ваших занятиях. Из того, что я сказал раньше, наверное, ясно и наше отношение, ну, в целом, конечно, отношение к этим BIM-технологиям. BIM-технология, то есть Building Information Model, оно как бы имеет тоже два ответвления, да, это есть и процесс, и продукт, да. То есть, если мы говорим о информационном моделировании, да, мы говорим о процессе, неком, да, ну, производственном, предположим, да. Если мы говорим о модели, мы имеем в виду некий результат этого моделирования, ну, или продукт этого моделирования, да, то есть это и то, и другое, да. Так вот, особенностью вот этого BIM-а, если мы ищем в этом реальный смысл, а, повторяю, не политический лозунг на злобу дня, да, повторяю, на мой взгляд, 90%, кто сегодня толчет про BIM, это люди, которые там вообще ничего не понимают, ничего не сделали, не сделают никогда, да. Мы с вами пытаемся быть не такими, да, вот, сдержать над этим. Так вот, особенностью информационного моделирования, ну, помимо, конечно же, огромных достижений, о которых я уже упомянул, современных, да, и в компьютерной технике, там, и в математических моделированиях, и во многих других аспектах, да, это то, что эта информационная модель и это информационное моделирование должны сопровождать наши объекты строительства. Внимание, вот это очень важное понятие, содержательное, да, мы не должны его замыливать, не должны, как бы, терять или искажать его смысл. Так вот, это информационное моделирование должно сопровождать наши объекты и способствовать, естественно, их, так сказать, улучшению, да, и, там, комфортности и безопасности, да, на всех, внимание, на всех значимых этапах жизненного цикла наших объектов, какой этот объект бы ни был. На самом деле, эти этапы жизненного цикла мной уже были, так сказать, прописаны на более раннем слайде, да, вы, наверное, помните, да, да, это, там, значит, некие замыслы проекта, это изыскание, это предпроектные, значит, проработки, это, собственно, проекты, разные, естественно, стадии проекта, разные разделы проекта, да, это строительство, это изготовление, ну, собственно, материалов и конструкций для этого строительства тоже сюда входит, да, это монтаж, это ввод в эксплуатацию, сама эксплуатация, это реконструкция, если, psychologically, скоро она происходит, так сказать, на определенном этапе жизненного цикла. Это вывод из эксплуатации. Ну, не дай бог, если что-то со зданием происходит, если оно, так сказать, приходит в аварийное состояние, или не дай бог, так сказать, там происходит патастрофа, то это еще и экспертиза причин, да, вот этого произошедшего. То есть это такой, как видите, такой единый процесс, ну, по сути, действительно жизненный цикл, как если он у человека, вот, зарождение, или там замысел еще, да, ваши родители вас задумали когда-то, да, вот, прежде чем осуществили, да, свой проект, вот, они должны были задумать, ну, надеемся, что было так, и уже потом прошло все остальное, да, так и здесь. Это такой не механистичный перенос, значит, наших биологических, да, но тем не менее во многом похоже, и для понимания тоже по этому. Ну, давайте вот начнем с того, начнем с того, о чем я уже говорил, и то, что нам ближе, да, наверное, еще и поэтому тоже, ну, и потому что то, о чем мы будем говорить в ближайшее время, действительно не просто завоевало свое место под солнцем, да, само завоевало, никто не назначал, да, не было решения партии правительства, ну, или какой-то группы отвязных менеджеров, нет, это произошло, как бы, естественным образом, в результате того, что, вот, достижения математического компьютерного моделирования, ну, стали неотъемлемой частью, да, вот, цифровой технологии в строительстве, да, ну, особенно на стадии изыскания и проектирования, и мы начнем с такого раздела, вот этого самого математического компьютерного моделирования, как моделирование нагрузок и воздействий. Я не очень быстро говорю, все понятно. Так, все нормально. А может быть, нам, Александр Показович, выйдите в режим показ слайд. Режим показ слайд, а вы не видите моих слайдов? А, все, я понял, да, я понял, понял. А увеличить его? Александр Показович, а вас можно побольше сделать? Меня нельзя побольше, я, если вы сделаете меня побольше, то вы не увидите этого. Вот, пока слайд. Так, да? Ага, да, да, да. Вы меня видите в маленьком окошке, да? Там очень маленький глазок. Ну, моя роль здесь и маленькая. Вы, в основном, должны меня слушать, вы меня слышите, да, и видеть то, что я хотел вам донести на экране, да. Вот это две вещи, да. Вот, вряд ли за время лекции я настолько сильно изменюсь, что это достойно вот визуального ряда какого-то, да? Я надеюсь, так? Итак, о чем я еще хотел сказать в организационном смысле? У нас с вами такие свободные беседы, но это вообще мой стиль, да? Вот, если вы зайдете на сайт, можете это увидеть там в YouTube-канале, где мы выкладываем эти, в том числе эти лекции, там выступления на различных семинарах, конференциях, и наших молодых коллег тоже, в том числе защиты их диссертаций. Так вот, у нас такая свободная беседа. Поэтому, если вы во время вот этой беседы хотите задать вопрос, не просто имеете право, а я буду это очень приветствовать, да, если у вас возникли какие-то сомнения, тоже милости просим, если вы хотите, ну, например, что-то предложить для следующих занятий, да, какую-то тему, которая вас вот волнует, вы без нее жить не можете, да, тоже я с радостью откликнусь, ну, если, разумеется, моих знаний и умений хватает на то, чтобы это быть интересным. Значит, пока первую лекцию мы вот ведем в таком режиме, как бы, предопределенном, детерминированном, дальше вот возможны варианты, да, возможны варианты. В контексте и в рамках той темы, разумеется, значит, которая обозначена в начале. Итак, современные достижения математического и численного компьютерного моделирования, нагрузок и воздействий. Ну, опять же, мы поймем, что такое математическое, что такое компьютерное или численное моделирование, да, потому что иногда это используют как эквиваленты, иногда как дополнение, да. Ну, математическое, будем говорить, моделирование существовало всегда, ну, как бы в докомпьютерную эру, назовем ее так, да, оно существовало, как вы догадываетесь, да. Ну, все там эти классики, математики, да, там, начиная от, там, древних греков, древних римлян, да, вот, они, по сути, занимались в том числе математическим моделированием. Да, это делалось на кончике пера, да, но там была математика, да. Ну, известно высказывание многих ученых, я по памяти их скажу, да, разумеется, ну, например, Эммануил Кант, который сам не был математик, но был известный философом, да, говорил, я здесь с ним абсолютно солидарен, Эммануил Кантом, да, что во всякой науке, значит, столько науки, сколько в ней математики, да, ну, то есть, как бы наука, по крайней мере, естественная, да, в которой нет математики, не имеет права называться наукой, да, то есть, наука, это, математика, это, как бы, описательный аппарат естественных наук, ну, и, кроме того, это самостоятельная наука, да, у нее есть свои законы, свои правила, по которым она развивается. Итак, математическое моделирование в современную эру, когда все более сложные объекты мы смотрим, ну, вот объекты строительства, в частности, все более сложные явления мы пытаемся постичь и более точно описать, более адекватные в нашей области. Уже математические модели сами по себе не реализованы, да, в виде численных моделей, или, так сказать, моделей, которые реализуются на компьютерах, да, они уже, так сказать, позволяют решать все меньше и меньше класс задач. Они служат, скорее, такой отправной точкой, да, с которой мы сопоставляем решение численное, да, ну, для простейших задач. А потом с помощью вот наших замечательных численных моделей, значит, численных методов, да, идем дальше, решаем все более сложные, все более-менее поддающиеся, так сказать, такому воображению задачи. Вот мы как раз посмотрим первый класс таких задач, где наиболее сильный прогресс за последние, может быть, 10-15 лет произошел. И не скрою, где к этому прогрессу мы сильно приложили на нашу, ну, я имею в виду с нашими сотрудниками молодыми, голову и руки, да. Это прогресс в области численного компьютерного моделирования, нагрузок и воздействий. Ну, давайте посмотрим несколько примеров. Я не буду вас мучить теорией. Это не самые последние, прямо скажем, объекты. Им уже лет 5-6. Ну, вот, например, мы имеем проект какого-то жилого комплекса, многоэтажного, да, вы видите, да, жилого комплекса, в том числе вот этого на одном стеллобате находящихся трех зданий. И нам нужно, мы хотим определить несколько параметров, которые важны с точки зрения нагрузок и воздействий. Какие это параметры? Это ветровая нагрузка на несущие конструкции. Эта ветровая нагрузка, мы будем использовать ее при оценке прочности и несущей способности в этих зданиях. Это пиковая нагрузка на фасадные конструкции. Мы будем ее определять в дальнейшем, использовать в дальнейшем для, значит, правильного расчета фасадных конструкций, чтобы у нас вот эти фасадные современные конструкции не вминались и не вываливались, да, потому что, ну, понятно, это будет нехорошо. Мы решаем эту задачу в том числе для того, чтобы тем пешеходам, которые, вот, например, будут вот здесь в зоне стеллобата, вот здесь я показываю, пешеходные зоны, да, чтобы их не сносило с ног, да. Ну, опять же, наверное, в Иркутске, возможно, это не столь актуально, а вот в таких крупных мегаполисах, как Москва, с многоэтажными там зданиями, ну, многим жителям известно вот такие места, особенно это вот высотные здания, несколько высотных зданий, которые стоят на едином стеллобате, ну, или подиуме, да, что вы подходите вот куда-то вот сюда, например, да, вот сюда, здесь такой слабенький ветерок гуляет, ну, такая, вот. Вы поднимаетесь сюда, и вас сносит с ног, ну, или там ломает вам зонтик, ну, или еще что-то нехорошее, да. Это обычное дело, потому что это такие ветровые туннели, да, своеобразные, где скорость ветров может усиливаться многократно, так. Соответственно, это создают дополнительные нагрузки ветровые, несущие на фасадной конструкции, и вот создает проблемы с пешеходной комфортностью. Вы спросите, и будете правы, спросив это, а что, разве до сих пор, в эпоху до математического, до численного моделирования, да, вот этих ветровых нагрузок и воздействий, значит, были какие-то проблемы, они не решались другим способом? Да, не решались, или решались очень плохо. Есть два способа сегодня, вот расчета, вернее, определения этих ветровых нагрузок, ну, значит, более-менее корректно, да, точно, а нам это необходимо для проектирования, да, и для пешеходной комфортности, о которой я упоминал. Значит, первый способ это физическое моделирование, то есть, ну, применительно к этой задаче, это продувка в аэродинамической трубе со всеми там проблемами физического подобия и так далее, да, там много своих проблем и своих задач. Вот, и второе, это математически численное моделирование, да, то есть решение, грубо говоря, уравнение на въезд токса объемных, да, стационарной и нестационарной постановки, реализованных в современных программных комплексах. Ну, здесь показан программный комплекс NCCFD, да, такой мощнейший, современный программный комплекс численного решения задач гидрогазодинамики. Вот здесь показана построенная нами модель, видите, насколько она подробная, это модель здания, а вот это модель, как бы окружающей застройки, видите ее, да, вот, то есть это обязательно надо, и ничего, значит, мы неправильно определим параметры ветрового потока. Ветер у нас может в нашей математической модели дуть с любого угла, да, ну, вот здесь показаны несколько других фрагментов, а это вот область, да, представляете, то есть она высотой 500 метров, диаметром 2 километра, и там внутри, если внимательно посмотреть, да, здесь этого не видно, да, внутри вписано, да, или, вернее, выдавлено из этой области вот наши с вами сданы. Вот куда ушла наука, вот как далеко мы продвинулись в численной реализации в решении таких задач. Вы спросите, ну, вот, опять же, возвращаясь к цифре, да, к цифровым технологиям, цифровое моделирование численное, какая размерность таких задач? Вообще, была ли она доступна еще 20-30 лет назад? Ответ, доступна не была, сегодня доступна, то есть они, размерность этих задач, то есть вот численные, дискретные задачи, с помощью которых мы вот решаем, то есть в которых, в точках, где мы определяем параметры, да, этого потока скорости, давления, да, свихренности, кинетическая энергия, турбулентность, ну, целый ряд других параметров, о которых я отдельно и подробно говорить не буду, вот достигает сегодня уже сотен миллионов неизвестных, то есть сотен миллионов таких точек, да. Внимание, обращаю ваше на то, что такие задачи можно решать на современном персональном комплекте, ну, в таком программном комплексе. То есть, если бы мне сказали об этом 20-30 лет назад, я сказал бы, что сбылась вековая мечта, значит, считающего человечество, да. Сегодня я так не думаю, потому что известно из гносеологии, из теории познания, да, что решая одну задачу, мы приоткрываем, как бы, мы не закрываем проблему, мы приоткрываем целый ряд других проблем, да, перед нами они открываются, мы должны начать их решать. А вот для решения вот этих новых открывшихся для нас проблем, требуется все больше и больше вычислительных мощностей, требуются все больше и более и более подробные модели, требуется совершенствование методов, алгоритмов и программ. Да, так что без работы, ну, мы и наши, так сказать, последователи, работающие в этой сфере, не останутся. Вот я это привожу как пример того реального наполнения понятия цифровых технологий. Так вот, математическое моделирование, численное, ну, вот здесь показаны некоторые результаты, эти не столь наглядные, но вот эти более наглядные. Видите, с какой степенью подробности мы не только моделировали, но и получили результаты и можем их анализировать, да, то есть это нагрузки, ну, давление, да, ветровые давления при разных углах атаки вето, разных углах подхода на поверхностях, в данном случае, собственно, нас что интересует, на поверхностях наших зданий, да. ну, во-первых, это красиво, как говорили известные авторы, да, а во-вторых, это правдиво, да, ну, правдиво и правдоподобно это не разные вещи, да, то есть мы можем и с помощью верификации наших моделей, верификации программных комплексов можем доказать, что степень точности вот этих результатов, да, вполне отвечает задачам проектирования такого рода конструкции. Ну, здесь показаны другие параметры, то есть огибающие, значит, показаны те углы, при которых достигаются максимумы, ну, и так далее, то есть тут очень много можно выборок, их представление в виде вот таких цветных изолений, в виде анимации, то есть можно показывать фильм, да, как поток, значит, движется, как он огибает, вот, это очень наглядно, очень, так сказать, имеет большое познавательное значение, да, и, ну, я опять же обращаю ваше внимание, что это явное достижение цифрового технология. Ну, вот здесь как раз показаны в зоне стилобата вот эти самые оценки пешеходной комфортности, видите, да, как раз то, что я говорил, между зданиями образуется такой ветровой коридор и многократное усиление скорости ветра, ну, и, соответственно, давление, да, и вот здесь были показаны, видите, зоны относительного пешеходного дискомфорта, вот видите, такие красные, они были, то есть, что делать с этими зонами, ну, на этапе проектирования, естественно, это уже не постфактум, но, естественно, у нас есть разные механизмы, на, понятно, на сам ветровой поток мы действовать не можем, это очень тяжело, на исходный, да, поток, здание перестраивать или как-то там перекомпоновывать тоже не всегда возможно, там, в большом, так сказать, сегменте, да, таких задач, но вот есть такие, так сказать, возможности с помощью щитов противоветровых, с помощью зеленых, прежде всего, насаждений, эти насаждения тоже можно моделировать, то есть, включать в нашу расчетную модель, и тем самым добиваться снижения скоростей ветра, ну, если мы говорим о пешеходной комфортности, да, до уровня, который соответствует нормативным критериям пешеходной комфортности. Вот вам пример типичный. Другой класс задач, он в каком-то смысле близкий, а в каком-то и полярный, да, то есть, на другом поле, объясню, почему. Снеговые нагрузки, да, моделирование снеговых нагрузок. Ну, во-первых, вы опять же зададите вопрос, зачем их моделировать? Вот мы там родились, и первую зиму мы увидели, как падает снег, да, как он ложится, как он там сдувается, какие сугробы. А что их моделировать? Вроде и все так понятно. А нет. А нет. Это непонятно. И это непонятно не только у нас, во всем мире. Внимание, да. Ну, я не знаю, если нас может утешить та мысль, что мы здесь не отстаем, потому что здесь отстают все, да, не только мы. То есть, да, мы можем более-менее уверенно, ну, там, с помощью гитрометеоцентров, наблюдений и так далее, и это прошло и нормативное поле в наши нормы, да, и в мировые нормы, определить уровень снегового покрова в тех или иных регионах, максимального снегового покрова, и стало быть, снеговые нагрузки на дневную поверхность, на плоскую поверхность, ну, грунта, скажем так. можем определить на покрытие, ну, более-менее простых форм, да, то есть, плоское покрытие, какой-то там, одна складка какая-то, да, такая, пузырек какой-то, да, именно на основании эмпирики, то есть, многолетних, многолетних наблюдений, да, ну, в том или ином регионе, с теми или иными ветрами, влажностными режимами, ну, температурами, ну, и снеговыми, так сказать, отложениями. Да, это может. Но если и как только, если и как только, мы переходим от таких простейших по форме покрытия сооружений к сооружениям большепронетным, уникальным, об этом будем еще говорить, да, сложной формы, потому что сегодня, вы знаете, ну, и сегодня, и вчера, архитекторы, ни слова не говорят в простоте, каждый архитектор хочет оставить по себе хорошую, ну, вряд ли кто-то плохую, память в истории. Поэтому он хочет, ну, некой уникальной формы покрытия, например, над каким-то дворцом спорта, спортивно-оздоровительным комплексом, стадионом, аэровокзальным комплексом, ну, и так далее, и тому подобное, да. Мы, говорю об этом не понасыщке, потому что мы каждый день занимаемся вот такими объектами, да. Это не преувеличение, не фигура речи, каждый день, и сейчас тоже. Может, покажу один из последствий. Так вот, для таких сложных, нетривиальных, неканонических, да, неклассических форм покрытия нету сегодня инструмента такого отлаженного, верифицированного, то есть проверенного, да, который давал бы нам значение этих снеговых нагрузок, ну, при различных направлениях, там, ветра, при различных скоростях ветра, при различных снегопадах и различной истории, как бы, этих снегопадов, нету. Вот здесь как раз мы видим, давно уже видим и движемся в этом направлении, к сожалению, повторяю, прогресс много слабее того, который мы рассчитывали. Вот, здесь как раз поле для деятельности математического и численного моделирования, очень мощное, но и задачи намного сложнее с точки зрения математического численного моделирования. Здесь, помимо, помимо внимания, да, решение задач аэродинамики, то есть определение вот ветровых потоков, которые, естественно, можно трансформироваться вблизи вот такого рода покрытий, то есть помимо решения задач на объезд токса в трехмерные стационарные и стационарные остановки, с определенными моделями турбулентности в отдельной теме, надо еще задачи решать задачу снегопереноса и снегоотложения, ну или, так сказать, масса переноса и масса переноса и отложения, при том, что важно учесть практически каждую снежинку, ну если мы хотим докопаться до истины, да, то есть это сложнейшая задача, это такой вызов, я бы сказал, самосчитающему учрительному человечеству, в мире этот вызов приняли не очень многие пока, надо сказать, да, то есть таких приемлемых, хороших результатов для покрытия сложных форм, ну тем более для застроек, каких-то таких нитривиальных, их мы пока не видим, да, только для простейших задач, но вот здесь показаны некие результаты, вот например, полученные в таких простейших форм, да, это вот численный результат, да, а тем не менее жизнь идет вперед, и вот в начале 2000-х годов, вы это знаете, целый ряд таких было резонансных обрушений, да, ну вот, назову два из них, которых мы принимали, ну не в обрушениях, а в экспертизе причин этих обрушений, не просто самое непосредственное, а ведущие участие, то есть мы были ведущей экспортной организации, который был выбран прокуратурой России, это Трансвальд-парк, да, известный, 2004-й год, обрушения, на фоне и следствии большой снеговой нагрузки, и басманный рынок два года спустя, да, 23 февраля 2006-го года, то есть эта проблема остается актуальной, да, если мы проектируем новые сооружения, большепролетные, особенно гибкие сооружения, если мы хотим знать, а мы обязаны знать, какие там нагрузки, а снеговая является одной из основных для таких большепролетных гибких сооружений, мы должны грамотно, уверенно, на основе верифицированных методик, определять эти снеговые мешки, снеговые нагрузки, потом на них рассчитывать вот эти самые сооружения. Тоже, как вы видите, область приложения, да, такого не спекулятивного, да, не лозунгового, а вполне себе реального. И развитие, потому что, повторяю, мы сегодня не вполне удовлетворены тем состоянием, это мягко сказано, да, в котором находимся. Вы спросите меня, а работает ли у нас кто-то сейчас в этом направлении, да, буквально вот молодой и очень талантливый аспирант, который поступил буквально в этом году в аспирантуру, сейчас, в сентябре, вот, в Российский университет транспорта, ну, то, что это МИД раньше называлось, ко мне, да, вот как раз мы с ним будем дальше развивать эту тему. Это сложная тема, это очень такой достойный, я бы сказал, такой храбрый выбор аспиранта, да, потому что он был предупрежден сложности этой задачи, но будем рассчитывать на успех, на продвижение. Следующий важнейший, так сказать, раздел, кстати, он актуален для вас, для Иркутской области, я это знаю, не понаслышке, это сейсмические воздействия, да, мы вспоминаем, что мы говорим о математическом числе моделирования нагрузок воздействий, вот сейсмические воздействия, ну, мы видим Иркутск вот на этой карте, да, вот он, но это, конечно, не зона максимальных сейсмических воздействий, но 5-6 баллов у вас, так сказать, происходит, особенно в Ангарске, там недалеко от вас, да, значит, расчетная сейсмичность у вас от 7 до 8 баллов, ну, по нынешним картам, да, но на самом деле, на самом деле, если мы говорим о движении вперед, с точки зрения моделирования сейсмических воздействий, здесь нам тоже не обойти, без цифровых новых технологий, да, без больших данных, без big data, да, и в этом направлении движение тоже будет, более того, хочу сказать, что современные воззрения в этой области, современные воззрения, мы, как вы понимаете, сторонники современных научных воззрений и двигателей, да, говорят о том, что вот прежнее такое, во многих отраслях сложившееся разделение труда, когда воздействия сами по себе, да, в данном случае сейсмические воздействия сами по себе, да, а реакция, ну, то есть сейсмостойкость, да, сама по себе, да, то есть мы эти исходные сейсмические воздействия в виде акселерограмм или там спектрограмм, спектров ответа, просто берем у сейсмологов и потом прикладываем и смотрим реакции сооружения, что вот эта эпоха, она тоже в прошлом, ну, или, по крайней мере, настоящем. В будущем, скорее всего, вот эти вопросы, вопросы сейсмологии, определения сейсмических воздействий и вопросы определения сейсмических реакций, расчета сейсмической реакции будут решаться, ну, как принято говорить в народе, в одном флаконе, да, или, так сказать, в соседних флаконах. Опять же, ваше внимание на это и внимание на то, что цифровые технологии здесь, значит, их роль и перспективную роль, да, в этом деле трудно переоценить. Ну, я увлекся, значит, своей арией, да, значит, когда придет время заканчивать, вы мне скажете минут за 5-10, чтобы я там как-то закруглился в свою нынешнюю лекцию, да, повторяю, вот это, это то, что я говорил, это было предложено в качестве генерального доклада на, то есть, вы должны гордиться этим, то есть, вы их оба, с пылу, жару это имеете, да, в 2018 году, в мае, в апреле 2018 года на годовой, или 2019 год, может быть, даже 2019, я уже не помню точно, вот, наверное, все-таки 2018 года, да, 2018 года, на годовой сессии Российской Академии Академии Строительных Наук, именно как генеральный доклад от отделения строительных наук. Значит, теперь мы переходим к следующему, мной уже упомянутому разделу, да, но он как бы так примыкает к предыдущему, к разделу цифровой технологии численного моделирования нагрузок и воздействия, это то же самое, но уже как бы касается наших с вами зданий, сооружений, комплексов, да, которые мы должны оценить с точки зрения критериев, современных критериев безопасности. Чуть западнее от вас, в Перми, я уже там седьмой год читаю лекции по безопасности зданий и сооружений. Они, кстати, тоже значительных частей выложены на нашем сайте, можете посмотреть, поэтому я не буду дублировать, разумеется, эти лекции. Вот, так вот, по этим критериям, безопасности, ну, прежде всего, механической безопасности, в соответствии с современными воззрениями, ну, и нормативными требованиями, в частности, федеральный закон 384, регламент безопасности зданий и сооружений, да, который вышел в 2000, как он там, недавнем году, скажем так, 11, да, 384 ФСЗ, как его сокращенно называют, нам требуется оценивать вот эти по критериям механической безопасности, оценивать, моделировать и оценивать напряженно-деформированное состояние, динамик, устойчивость, ну, и целый ряд других параметров, да, которые, собственно, являются критериями механической безопасности, точнее говоря, их соответствие к каким-то нормативным критериям, да, то есть, вхождение в определенный безопасный диапазон. Ну, это вот та область, где я могу петь свою арию бесконечно долго, потому что занимаюсь этим, повторяю, профессионально уже более 40 лет, в разных институтах, на разных позициях, последние 28 с лишним лет в качестве руководителя Новоследственного центра стадио, читаю лекции вот в тех самых вузах, да, о которых я говорил. Итак, мы говорим о моделировании с позиции, значит, оценки механической безопасности, на самом деле, более широко и комфортности тоже, по ряду критериев об этом тоже будет речь. Напряженно-деформированное состояние, опять же, мы договорились о сокращениях, да, НДС, ну, я надеюсь, в той аудитории, где мы находимся, не надо расшифровывать, это напряженно-деформированное состояние, а не налог, на добавленную стоимость, да, вот, моделировать налог на добавленную стоимость, я бы хотел посмотреть на этого человека, да, это, наверное, страшные, ужасные люди, а моделирование НДС, это достойное всяческого уважения исследователей и расчетчиков, да, повторяю, на значимых, точнее говоря, на всех этапах жизненного цикла, при основных и особых сочетаниях, тем самым нагрузок и воздействия, о которых мы говорили чуть выше, ну вот здесь такой график, вы видите, да, ну как и всякий график, он условный, особенно те графики, которые рисуются в таких, ну как бы сказать, помягче, ну рекламных, образовательных целях, в том числе, это график роста вычислительной мощности компьютеров, да, мы видим, что вот за последние, там вот начиная там с 20-х годов, когда только-только появились такие машины, да, это даже не компьютеры, еще машины, да, а банковские, как правило, не были, да, значит, мы видим, что, да, шкала здесь богарифмическая, вот здесь по оси, координатам, то есть это необычная шкала, да, то есть мы понимаем, сколь драматично, в хорошем смысле этого слова, да, выросла в этом, эта мощность, да, и она росла не сама по себе, не потому, что какие-то люди, там, значит, удивительные, да, для широкой публики, вот, озаботились ростом этого, нет, это требовали задачи науки, практики, да, всяческой, любой там, экономической, там, производственной практики, последние годы, это задачи биологии, да, вот нейросистемы, какие-то, да, видите, поиски, там, анализ закономерности, там, головного мозга, например, да, это требует огромных мощностей, то есть если мы видим, что некая там приведенная мощность, да, компьютеров, ну, условного компьютера, там, сто лет назад, это было, видите, такая исчезающая малая величина, там, 0, 0, 0, 0, 0, ну, дальше где-то там единицы, да, то уже в 45-м году, то есть сегодня мы с вами присутствуем, да, где мы присутствуем сегодня? У нас сегодня 20-й год, да, вот мы где-то здесь, это 10 в 13-й степени, да, мощности, то есть она выросла на 17, там, или 18 порядков, порядков, совершенно невообразимо это с человеческим сознанием, но более того, к 2045-му году она вырастет еще намного порядка, и тем самым позволит решать многие из тех задач, о которых сегодня ученые, специалисты только задумываются, да, не просто их решать, а с помощью таких компьютеров находить и ставить новые задачи, да, проводить самообучение, вот это, так сказать, система глубинного обучения, нейросистема, это вот сегодня не пустой звук, да, как бы реально работающие вещи, и некоторые из них вы можете, ну, продукты их работы, да, вы можете видеть даже в своих гаджетах, там, в каких-то там, ноутбуках, или там, не знаю, вот в этом самом смартфоне, да, это уже, так сказать, вполне реальное продвижение. Ну, здесь показано, как бы, как бы отвечающие, так, визуально отвечающие, вот этому, так сказать, экспоненциальному росту, да, мощностей, вот, издание высокое, да, значит, ну, мы об этих зданиях тоже будем еще говорить, вот, наверное, вы знаете, о каком здании идет речь, да, это такая своеобразная гордость российской строительной науки и практики, почему эта гордость, я об этом тоже немножко поговорю, вот, видите, параллельно приходится заниматься и экономическими вопросами, да, то есть не только, да, вот, давайте пойдем дальше от этого замечательного графика, который показывает рост мощности и сопутствующий, или точнее даже определяющий рост этих мощностей, тех задач, которые ставились жизнью, да, цивилизации, которая, вот, востребовала такие мощности общества. Ну, здесь мы пойдем по некоторым задачам и примерам, вот, не скрою, что значительная их часть была поставлена нами, хотя это, повторяю, был доклад Российской Академии Строительных Наук, ну, по-видимому, Академия считала, что наше достижение в этой области, ну, вот, не в стадию нашего коллектива, нашей научной школы, да, она символизирует достижение российской строительной науки, вообще в этой области цифровых технологий, да, вот один из объектов таких, этот объект, это Загорская гидроаккумулирующая станция под Москвой, почему уделялось такое внимание, потому что там произошла авария, она произошла несколько лет тому назад, серьезная авария, более того, авария, которая до сих пор, прошло много лет, уже несколько лет, по крайней мере, да, препятствует достройке и пуска этой Загорской гидроаккумулирующей станции, она была, ну, как бы в планах, да, важным элементом для повышения мощности, ну, вот центрального региона энергетической, более того, снижению пиков, да, решения задачи по удовлетворению пиков нагрузки, это вот как раз предназначение аккумулирующей станции, одно из предназначенных. Вот здесь показано, опять же, с точки зрения реалистичности, с точки зрения современных достижений, цифровых технологий, да, опять же, не словесных, не бумажных, не, значит, лозунговых, да, а вот реальных, которые используются при, в данном случае, да, оценке реального состояния этого объекта, с точки зрения возможности его достройки, сценариев его достройки, да, и состояние, в котором будет находиться этот объект, на разных стадиях своего жизненного цели. То есть, видите, мы здесь реально вышли только из стадии проектирования, да, уже не только стадии изыскания, не только стадии проектирования, уже стадии стройки и достройки, да, и эксплуатации. Вот здесь показан реальный объект, как он выглядит со стороны, ну, как бы, водоприемника, да, то есть верхнего бассейна, вторая очередь, повторяю, а это как выглядит наша модель. Внимание, численная, конечная элементная модель. Найдите два отличия, вы их найдете. То есть, степень, в хорошем этом смысле этого слова, реалистичности наших моделей, не просто кадовских, не просто бимовских, а уже и математических моделей, да, достигла того уровня, что мы можем, уверенно говорить, да, мы можем достаточно точно определять состояние, отвечающие за безопасность, да, данного сложного, уникального сооружения в любой точке с абсолютно приемлемой точностью. Ну, то есть, например, определение перемещений, напряжения, усилий, с точностью там до 2-3%, да, по сравнению с натурой. Ну, опять же, это мечта, вековая мечта человечества. Вы спросите, а есть ли куда-то, есть куда двигаться? Еще как есть, потому что, опять же, по той же гоносиологии, достигнув этого уровня, мы, как бы, увидели достижение этого уровня, но и ужаснулись, открывшуюся перед нами картину тех проблем, которые нам еще предстоит решить. До этого мы этих проблем не видели. Сейчас мы их увидим. Поэтому, если кто вам скажет, что цифровые технологии, или что-то еще, да, цифровая экономика, однажды, будучи реализована, ну, кем-то там, каким-то богом, царем или героем, да, как подпелось в известной песне в интернационале, да, закроет все проблемы, да нет. Она решит какие-то проблемы текущие. И откроет перед нами очень много новых проблем, которые мы сегодня не видим. И которые мы должны, но следующее поколение, с помощью той же цифровой, развивающейся цифровой технологии, да, цифровых технологий будет решать, будет понимать, будет формулировать, ну, научно, и пытаться решать. Вот, а здесь показана другая, смотрите, вот встык. Это тоже Загорская гидроаккумулирующая станция, но только 20 лет до этого, да, то есть 20 лет до этого первая очередь оползневой склон, что значит оползневой? То есть вот этот верхний водоприемник, водоводы и нижний, так сказать, станционный узел, они практически стоят на таком оползневой склон, потому что в этом оползневой склоне есть такие зеленоцветные глины. Ну, с точки зрения такого обихода, это как сливочное масло, да, представьте себе, поставить такое сооружение, да, такой наклонный слой сливочного масла, он, конечно, поползет по нему, да, вот тогда еще 20 с лишним лет назад с помощью нашего программного комплекса конечного элемента вирсального стадио, который дал название нашей фирме, да, этому комплексу уже без малого 45 лет, я его, кстати, замышлял, когда был мал уже вас, да, то есть как бы первые операторы этого кода в этот программный комплекс я написал, когда мне было молок, я так полагаю, да, 21 год, но может не моложе, может как раз вашего возраста, так вот, уже в 99-м году такая задача в 98-м была поставлена, а в 99-м решена с помощью различного рода нелинейных моделей поведения этих грунтов, это не просто какая-то простая модель, это не венкировская основа, это нелинейная, реологическая, зависящая от времени, от истории нагружения, да, и не только нагружения, модель, которая была реализована в нашем программном комплексе, и которые, результаты исследований, по которой, реглил в основу ныне действующей системы мониторинга, внимание, системы мониторинга, да, этого сооружения, может ли система мониторинга быть вдали или как-то оторвана, да, от цифровых технологий, да, ни за что, она и есть цифровая технология, которая чаще всего и больше всего сейчас используется на действующих объектах, да, смотрите, я показываю, когда говорим об истории, я показываю результаты, которые мы получили не за последние, там, 3-4 года, некоторые, там, 15 лет назад, ну, вот, например, 15 лет назад, вот, сотное здание московское, называется оно, ну, ласково называем недоскребы, да, ну, мы тут это не придумали, это из записных книжек Ильфа взято понятие, недоскребы, 44-этажные здания на массиве грунтового основания, вот такая модель системы основания сооружений, да, уже тогда использовали два программных комплекса, наш стадио, и, наверное, небезызвестный вам программный комплекс Энсис, Энсис Меккеникал, ну, о котором мы еще тоже поговорим, да, в нужном месте и в нужное время. Или другой объект, уже более поздний, программного комплекса как раз-то Энсис Меккеникал, это система основания, объемные основания, да, и оболоченная модель градирни, самой большой градирни в России, Нововоронежской, второй Нововоронежской атомной электростанции, да, причем, опять же, с учетом нелинейных всяких моделей, ну, в том числе, контактного взаимодействия, да. Еще один интересный пример, уже относительно недавно, тоже, там, пяти-шестилетней давности. Это такой был проект, он не осуществлен, вернее, проект другой пошел в дело, но был такой проект, второго по высоте по высоте в России, после другого объекта, о котором я еще скажу, второго по высоте, ну, такого жилого, офисного, там, значит, да, общественного небоскреба, высотного здания, который предполагался и нас, собственно, начал строиться в Грозном. В чем тут проблема, спросите вы, а тут сложно сказать, в чем здесь не проблема, да, потому что это объект, который строится, ну, прямо скажем, не в самом большом городе в России, да, мягко скажем, ну, для нас с не очень понятными целями, прямо скажем, да, ну, кроме как демонстрация, значит, своих, как бы, достижений и, значит, близости к власти, не очень понятна, да, но главное не в этом, да, если говорить о научно-технической там проблеме, то это, конечно, высокая сейсмичность, девятибалльная сейсмичность этой площадки, в данном случае города Грозен. И вот такой железобетонный монстр в форме такой войнахской башни, да, ну, стерилизованной войнахской башни, ну, конечно, более такой стройный в железобетоне с учетом всего комплекса нагрузок и воздействий, включая сейсмические нагрузки и воздействия, ну, которые, повторяю, задаются либо в виде аксферограммы, то есть, зависящие от времени и ускорения, либо в виде спектров ответов в частотной области. Мы для этого использовали разные модели, разные программные комплексы, вы видите такие мощные программные комплексы как Энсис и Абакус. Почему, об этом тоже скажу, может быть, если хватит времени. Вот показана та степень подробности, внимание, да, с которой мы сегодня можем и должны, на наш взгляд, если можем, если можем, то почему не должны, да, мы можем моделировать, да, в данном случае показана конечная элементная модель, да, ну, например, отдельного этажа и вот каких-то характерных фрагментов, ну, в данном случае с вертолетными площадками и купол, да, металлический купол. И показаны некоторые результаты, да, как реагируют наши конструкции, наше сооружение на вот сейсмические воздействия в разных постановках и в линейно-спектральном частотной области и при расчете на оксиограмму. Причем, причем, я говорю причем, а не помню, что на следующем слайде. Ага, правильно говорю, причем. Причем при расчете в динамической постановке, то есть, видите, шаги по времени, да, здесь показаны характерные перемещения разных этажей, разных этажей, вот пока с 9 по 79, да, например. мы рассмотрели разные варианты максимального расчетного землетрясения, того самого 9-баля, о котором я говорил, при разных уровнях, внимание, при разных уровнях, таких средних уровнях армирования этого железобетона. это вот 2-х процентное армирование здесь показано, да, картинка, а здесь показана картинка для 4-х процентов, ну, то есть, это приемлемый, но уже достаточно большой уровень армирования, да, ну, больше расход арматуры, больше стоимость, но вопрос, а чего ради, зачем? а мы смотрели эти расчеты, эти задачи в нелинейных постановках, да, это намного увеличивает стоимость таких расчетов, да, ну, и с точки зрения задания, проведения, с точки зрения анализа, но по необходимости надо в таких постановках было именно вести, потому что максимальное расчетное землетрясение предполагает проявление нелинейных эффектов, предполагает, да, то есть, она делает их возможными, пожалуйста, но, как говорится, лишь бы не было войны, а именно, чтобы в результате прохождения вот этой максимального расчетного землетрясения значимый фрагмент здания не обрушился или не приобрел каких-то недопустимых деформаций достаточно, да, мы видим эти два графика, вроде бы они похожи, да, вроде эти два графика похожи в абакусе с использованием нелинейной модели поведения железобетона, да, так называемой, дай бог памяти, как эта модель называется, вот сейчас поговорю немножко и вспомню, да, как называется эта модель, и вот эта модель была использована и для двухпроцентного и для четырехпроцентного армирования. Графики вроде бы похожи, ну да, они разные, немножечко, да, по времени, но похожи, но мы смотрим другой параметр и смотрим его, видите, здесь для двухпроцентного, вот здесь вот двухпроцентное армирование, а вот здесь в правой части для четырехпроцентного армирования И видим, что по показателям разрушения, ну, по критерию разрушения, оказывается, что для двухпроцентного армирования вот эта верхняя часть этого здания, ну, вот я ее покажу здесь где-то, ну, практически вся часть здания выше вот этого, да, выше этих арок, она в результате разрушения железобетона полного, да, вот в этом уровне, в этом уровне, она в результате прохождения сейсмического воздействия слетает. Ну, просто упрокидывается, да, такое разрушение сильно происходит. Повторяю, это гипотетическое, 9-балльное, максимальное расчетное. Вот, а при 4-процентного, да, происходит локальное разрушение, вот мы 4-процентное смотрим, локальное разрушение, но они не приводят к такому срезу, да, всего этого, да, а приводят только к локальным разрушениям. То есть, 4-процентного армирования достаточно для того, чтобы удовлетворить критериям сейсмостойкости при прохождении максимального расчетного землетрясения уровня 9-ти баллов для площадки строительства города ГОЗ. Интересно, понятно, понятно роль численного моделирования, да, ясно, что никогда ранее, там, 10-20-30 лет назад, значит, к сожалению, этого сделать было нельзя, да, в той степени подробности и для оценки тех критериев безопасности, которые сегодня являются обязательными. Еще один объект, ну, вернее, мы о нем уже говорили. Татьяна Ивановна, сколько у нас времени еще? Ну, вопрос есть, как мы уже раньше начали, то есть у них принципы, сейчас, так сказать, занятие, оно раньше началось и может продолжаться. Но, то есть, на ваше усмотрение. Я просто не хочу вызвать, вызвать в своей лекции ненависть, да, или там как-то, чтобы народ просто падал от усталости. Сколько еще времени могут ребята ждать? Сколько времени выделите? Да. Нет, ну, вы готовы пять минут или вы готовы еще слушать? Может, чтобы тему закрыл? Ну, тему я не закрою никогда, даже не рассчитывайте, так что, да, так что, значит, я могу сделать перерыв, да, и как-то подвести к этому перерыву, да, могу его сделать внезапно, в этом тоже есть определенная драматургия, да, как вы хотели бы, да, сколько... Материал как воспринимается? Вы готовы еще пятнадцать минут или двадцать минут слушать? Как? Ну, говорят, что вполне готовы, Александр Михайлович, так много вопросов. Да, я готов. Я еще не обедал, но я готов, я оформил. Итак, значит, мы говорили, помните, да, ну, наверняка помните, у вас мозги молодые, память хорошая, вот сегодня я говорил, что, как бы, ну, так же, как из песни слова не выкинешь, да, так же для целого ряда зданий и сооружений, сейчас поговорим для каких и чем они для нас цены, тоже не выкинешь, как бы, ну, значит, в неких этапах их жизненного цикла, да. Я говорю сейчас о тех зданиях сооружений, которые, ну, как бы, достаточно хорошо известны, и о тех, которые менее известны, да, которые закончили свой жизненный цикл, ну, я не хочу сказать бесславно, но не так, как предполагалось, так сказать, на этапе проектирования, да, то есть предполагалось, что они будут служить, ну, функционально, да, безопасно, комфортно в течение всего предназначенного срока службы, ну, для разных сооружений это разные сроки, это тема отдельного разговора, ну, скажем, вот для таких, о которых я буду говорить, это минимум 50 лет, ну, в результате там обследования оно может быть увеличено, да, 100 лет, предположим, да, или там в результате реконструкции как-то, может быть, что-то усилено, да, да, но не все, к сожалению, по счастью, малая часть, но тем не менее не все, в том числе и знаковые, доживают до этих 50 или там до этих 100 лет. Почему мы обращаем внимание на эти здания, так сказать, и на этап экспертизы, экспертизы причин обрушения, да, я на самом деле уже тоже порядка 7-8 лет читаю лекции на эту тему в разных совершенно аудиториях, в разных, разным, как бы, слушателям, среди них много экспертов, там, следователей, работников прокуратуры, тех, которые, вот, хотят разрабатываться в технической стороне этого вопроса экспертизы, да, экспертных исследований. Ну, вот здесь, на этом слайде вы видите то, как выглядел объект нашей экспертизы зимой 2004 года, вскоре после своего обрушения. Мы говорим как раз о Трансфальт-парке, да, спортивно-озрительный комплекс Трансфальт-парк в Москве, на юго-западе Москвы, в Яснево. Ну, в обиходе он чаще назывался аквапарк, но это не вполне точное название, потому что вот это покрытие обрушенное, оно было не только над аквапарком, но и там над другими частями этого сооружения. Ну, значительная часть, действительно, она покрывала именно аквапарк, то есть зону водных аттракционов, развлечений и других активностей, да. Уже тогда, уже тогда, когда мы, не буду об этом говорить отдельно, эта тема, повторяю, специализированных лекций, опять же, если интересно, я готов ее тоже вам зачитать, ответить на вопросы, ну, зачитать, понятно, да, в таком импровизационном ключе, как мы делаем это и сегодня, уже тогда стало понятно, да, когда мы оказались на этом объекте, когда, более того, нас выбрали в качестве главной экспертной организации, на ССССР, вы можете спросить, а как эту частную фирму выбрали главную экспертную организацию? А вот так, что даже в России понятие репутации иногда работает, да, не всегда, к сожалению. Репутация сарафанного радио, опыт выполненных ранее работ, мы занимаемся атомными станциями, гидросооружениями, ну, вот, высотными, пролетными, ну, то есть, как бы, было понятно, что нам это по зубам. Ну, а типа, если не нам, то никому. Поэтому стало понятно, да, что вот старых технологий, которые были, в том числе, нами наработаны, там, вот, к 2000-му, к началу 2000-х годов, ну, и использовались, в том числе, вот, авторами проекта, их совершенно недостаточно, да, для того, чтобы говорить или, там, исследовать экспертную, да, вот, причины, механизмы, сценарии, вот, возможных, возможного поведения и обрушения, да, вот такого здания. Именно поэтому, уже тогда, повторяю, 15 с лишним лет назад, мы выбрали такой комплексный подход, базирующийся на глубокой аналитике, то есть, все-таки мозги в начале, ребята, мозги, мозги, знания, да, размышления, выдвижения гипотез, сценариев, возможных разрушений, да, факторов, которые влияют, которые требуют оценки или определения. Уже после этого всего, и на базе этого всего, построение расчетных моделей, отвечающих вот этим сценарием, да, с помощью тех параметров, которые у них заложены, и уже после этого реализация этих моделей в тех или иных программных комплексах. Вы видите, уже тогда, это был первый случай в России, на самом деле, да, говорю об этом ответственно, когда в рамках этой экспертизы, то есть, оценки, да, всех этих факторов, с точки зрения их возможности реализации, что, так сказать, на самом деле там произошло, ответ на вечный вопрос, в том числе, да, кто виноват и что делать, использовались, видите, пять программных комплексов параллельно, да, помимо вам известных ЛИРС, как стадию Абакус Ансис, уже тогда Абакус Ансис, да, как нам это удалось, как нам удалось использовать эти программные комплексы, это отдельная тема, повторяю, мы ее можем коснуться в рамках отдельного какого-то занятия. Два года спустя, вы спросите, что у нас был абонемент на это дело, нет, у нас не было абонемента, но, поскольку мы успешно, ну, в прямом этом смысле, справились с экспертизой причиной обрушения Трансвальд-Парка, естественно, что после обрушения два года спустя Басманова рынка взор соответствующих органов был направлен в нашу сторону, да, и, естественно, мы, как бы, этим тоже занимались, это обрушение, значит, тоже, видите, на фоне большого снеговой нагрузки, да, 23 февраля, вот некоторые фрагменты обрушенной части, ну, и, соответственно, некоторые фрагменты тех моделей расчетных, которые мы разрабатывали, верифицировали, исследовали, и на основании исследований делали выводы о возможных причинах, основных причинах обрушения, и кто, собственно говоря, во всем этом деле виноват, да, это и программный комплекс, повторяю, стадию, и Лира, и Энсис. Здесь мы переходим, хотя это тоже модели и наши исследования, там, примерно, 15-12 лет недавности, да, мы переходим в некую область, да, такую интересную, которая тоже возникла не случайно, то есть, как бы, реальная практика, реальная жизнь, какая именно жизнь, я сейчас вам об этом скажу, подвигла нас к занятию этими темами, это темы, связанные с определением нестационарных полей температур при гипотетических пожарах, да, ну, или вопросы пожара опасности, огнестойкости, ну, вы, наверное, можете даже догадаться, что был такой, тоже известный, такая веха, отсечка, да, историческая, 2001 год, я, кстати, собирался в этот год лететь в Америку, к моим друзьям фирмы Абакус, именно в это время, в сентябре, да, 11 сентября, но мне не дали визу в американском посольстве, дали мне только через год, вот, а в этот год как раз вот произошла известная вот эта трагедия, да, обрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра в результате террористической атаки, то есть, как бы, ударов двух боингов, да, в одну башню, в другую. Вы можете спросить, а при чем тут вот то, о чем я говорю, при чем тут температура, при чем тут нестационар, а вот результаты многолетних исследований, которые провели крупнейшие американские, ну, не только американские, но, конечно, по преимуществу, американские институты, ну, и главный американский центр по исследованию строительной конструкции, выявили, что основным сценарием, основным сценарием обрушения, ну, как бы, из-за чего это все произошло, было не то, что могло показаться на первый взгляд, о такой довольно сложный сценарии, то есть, вот, ну, предположим, если мы говорим об одной башне какой-то из двух, да, хотя сценарий был похожий в одной другой, с определенным запаздыванием по фазе, да, то есть, судно, да, воздушное, боин, врезается, да, приводит к деформированию целого ряда несущих конструкций, ну, прежде всего, колонн металлических, да, которые были основой несущей конструкции каркаса, но здание стоит, да, то есть, если бы произошло только это, только это, то есть, только механический удар, да, ну, удар, условное понятие, понятно, это такое взаимодействие, на самом деле, да, потому что не только боинг погнул или там деформировал несущие конструкции, но, естественно, и сам разрушился при этом, да, потому что сама конструкция боинга намного более гибкая, да, вот, ну, из-за исключения, может быть, только вот этих двигателей, да, которые были жесткими. То есть, если бы было дело только в этом, только в механическом воздействии от удара самолета, от взаимодействия с нами, здание бы выстроило и удалось бы эвакуировать, ну, там, с определенными средствами в течение какого-то времени всех людей из одной башни, из другой башни, но, к сожалению, это было не единственным и не самым опасным фактором взаимодействия, кстати говоря, потом это как бы привело к осознанию, что является важным и что требует развития, да, ну, в данном случае, в смысле цифровых технологий, в смысле численного моделирования, да, ну, в контексте безопасности, ну, тут уже пожарная безопасность, вытекло топливо, да, из двигателя, керосин авиационный, и он, так сказать, произошел изгоранник, да, ну, от механического взаимодействия произошел изгоранник, да, то есть начался пожар. И вот в результате пожара уже, да, и того, что несущие конструкции, в данном случае колонны металлические, да, не вынесли в течение, там, 50 минут, который, там, час, который требуется эвакуации, да, то есть их механические свойства упали настолько в результате пожара, в результате распространения температуры, да, что эти несущие конструкции, материал этих несущих конструкций уже не мог нести вот эту нагрузку выше лежащих этажей, да. Произошло, как бы, складывание, да, потеря устойчивости, скажем так, этих колонн, и, по сути дела, все верхние этажи, многие десятки верхних этажей упали на нижние, ну, и произошло полное обрушение, ну, практически полное обрушение одной башни, а спустя некоторое время и другой башни. Вот, собственно, значит, такой большой интерес в мире, в научном, техническом, инженерном, строительном мире, который был уделен вот анализу причин и последствий, вот, собственно говоря, да, такого рода взаимодействий, привело к выводу о том, что вот пожаростойкость, да, огнестойкость, тоже нуждается вот в таком числном моделировании, да, привлечении современных цифровых технологий, чем, собственно, мы тоже на определенном этапе нашего жизненного цикла, да, как исследователи занялись, да. Каким образом это происходило, да, каким результатом привело эти наши исследования, а также и целый ряд других, мы, наверное, поговорим уже на следующем занятии. Татьяна Громина нам расскажет, когда это занятие произойдет, так, а я, если вы не против, готов ответить на ваши вопросы, если таковые у вас возникнут, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, вы хотите, вы хотите, вы хотите обозначить вопросы. Ради бога не стесняйтесь, да, я здесь за темой, именно, чтобы отвечать на ваши вопросы, да, ну или там как-то, как-то иначе способствовать вашему развитию, да, пожалуйста. Ну, может, мы сейчас оценим, рассмотрим тему следующего занятия, Александр Михайлович. Ну, следующее занятие, если вы не против, да, я, естественным образом, разовью, да, ну, как бы продолжу, точнее говоря, ту тему, потому что тема цифровых технологий, да, ну и место там того же BIM, об этих цифровых технологиях, и место математического моделирования, она такая довольно обширная, да, но она в каком-то смысле общеобразовательная, но, как вы видите, я показываю ее на примере реальных задач и объектов, да, строительства, да, ну и тех проблем, которые вот вызывают учет, недоучет, неправильный учет тех или иных факторов, да. Ну, вот следующая тема, вот буквально, видите, я на этом сделал отсечку, да, это интересные темы, связанные задачи для моделирования, да, то есть задачи, где мы уже имеем дело не отдельно с механикой деформированного твердого тела, отдельно с механикой жидкости и газа, а где мы должны решать задачи совместно, ну, в той или иной постановке, да. Вот тоже мы приведем эти примеры, они актуальны для вашего региона, ну, для любого региона, да, на самом деле, вот, в частности, здесь показаны связанные задачи, ну, значит, такие большие резервуары, огромные резервуары транснефти с нефтепродуктами, например, да, в сейсмических, например, активных районах. Вот, например, эти объекты мы делали, по-моему, для объекта Сковородино, это Читинская, если не ошибаюсь, или какая-то там Амурская область, то есть, ну, как бы по российским понятиям от вас рукой упадает, да, вот такого рода задачи, да, например. Александр Михайлович, вам когда удобнее, по вторнике или в среду? У нас по расписанию в среду. Значит, сегодня я повторю, я говорил, что я вынужден был вас спросить о вторнике, потому что в среду я не мог, у меня вот те самые, значит, заседания Президиума Академии. Заседание Президиума Академии происходит раз в месяц, да, то есть, ну, раз в четыре недели, условно говоря, да. Поэтому ближайшие три недели, как я понимаю, я могу по среду. Могу и по вторникам, как вам удобно. Так, ну, мы построимся и по тот, и по другой вариант. Единственное, следующее занятие через две недели. Через две недели, да. Две недели, но следующей неделе нет, мы будем проводить в среду. Да, вот видите, мы тут со временем, да, со временем, может быть, через одну лекцию, может быть, через две, я не могу точно сказать, как у нас с вами дело пойдет, как много вопросов вы будете задавать, я буду очень рад их услышать и по возможности ответить на них, да. Вот тут есть отдельный раздел, BIM, да, вот тот самый BIM, тот самый BIM, да, идеи информационной экономики в строительстве и современное состояние, то есть реклама и реалии, да, это вот важно понять, да, ну и здесь вот как бы наша мысль, помните, я говорил насчет того, что как бы все эти технологии даром не приходят, да, когда технологий не было, человечество, видите, развивалось вот сюда, да, как только технологии появились, вот есть опасность, что оно сюда вернется, да, поэтому надо к этому относиться очень внимательно. Ну и вот тут есть вот как раз уже о BIM, да, о его там возможностях, проблемах, о том, что есть реально, чего нету, да, чего стоит ожидать от него, а чего... Это отдельные занятия будут, да, или как? Это либо отдельные занятия, либо часть занятий, мы посмотрим, да, вот. Про экономику, скажем, про умные города, дома там и прочее, да, про нормотворчество, вот, ну то есть это будет большое. А дальше, Катя Львовна и уважаемые коллеги-магистранты, да, дальше мы с вами посмотрим. Почему? Потому что вот лекции, там, занятия, презентации на темы, связанные с цифровой технологией, с численным моделированием, на разных стадиях жизненного цикла, у меня есть там порядка 20 всего, да, много. Вот, поэтому мы выберем, да, может быть, посоветовавшись с вами, выберем те из них, которые, ну, для вас кажутся наиболее интересными, да. Давайте так. А презентации у вас на сайте есть или где? Значит, вот эту презентацию, значит, нет, этой презентации у нас нету на сайте, да, мы презентации на сайте не выкладываем по некоторым соображениям, да, вот, но, в принципе, вы можете эту, мы найдем возможность, выложим ее там куда-нибудь в облако, ну, или куда-нибудь еще, да, и вы сможете ее взять, да, презентацию. Мы в этом всячески заинтересованы, да. Так, ну что, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать, задать вопрос или просто... Так, ну подойдите, да, сейчас один молодой человек у нас подойдет, пожалуйста. Пожалуйста, молодой человек, если можно, представьте, чтобы я понимал, кто это. Так, Куча Вадим, студент группы ТИМ. Вот в вашей деятельности бывают такие результаты экспертизы, которые не подлежат личной огласке? Конечно. Значит, смотрите, вот, видите, я случайно, я не специально, видите, кадр, да, вот это, вы видите его кадр, да, конечно. Вот то, что мы сделали по Трансвальпарку, экспертиза, да, оно, почему я об этом рассказываю, много и там, кто-то считает, что со вкусом, кто-то, может быть, и нет. Вот, и более того, мы готовим сейчас книгу, вот такой я сделаю анонс, мы в этом году должны выпустить, ну, что значит, должны, есть такое внутреннее обязательство, да, выпустить очередную нашу книгу, мы еще поговорим о наших книжках там, и не только наших, конечно. Она будет посвящена целиком экспертизе причин обрушения Трансвальпарку, то есть, ну, разным аспектам, скажем так, да, интересным, как в ретроспективном, но и, безусловно, перспективным планом тоже. Почему я могу рассказывать и там печататься насчет Трансвальпарка? А потому что там закончились все следственные действия, были вынесены решения, да, в отношении всех фигурантов, назовем так, да, этого дела. Вот, и, собственно говоря, по, значит, по той подписке, которую я отдавал, и по уголовному кодексу, да, я, как эксперт, свободен, так сказать, в дальнейшем комментарии, да, того, что происходило. Ну, свободен, и этой свободой, безусловно, пользуюсь. Естественно, я пользуюсь ей не для каких-то там преподнесений жареных фактов, а для вот такой научно-технической составляющей проблемы, о чем мы говорили, да, польза этих экспертиз, что мы на них учимся, да. К сожалению, человечество учится только на своих ошибках, да, вот мы пытаемся делать так же, да, но чтобы эта учеба происходила. А вот с пасманным рынком произошло по-другому, да, да, мы провели полную экспертизу, она тоже заняла у нас много времени, много сил, но дело не закрыто, следствия не закончены. Поэтому, значит, моя подписка о неразглашении остается в силе, да, вот. То есть, вы спросите, как так может быть, что вот в течение уже сколько там, да, получается, с 2006 по 2019, да, то есть более 13 лет, да, бывает и так, бывает и так. Вот пасманный рынок тому свидетельствует. То есть, следствие не закончено до сих пор. Когда будет, я не знаю, потому что это уже не от нас зависит. Техническую сторону мы сделали, но разглашать ее не можем. Показываем только вот фрагменты, видите, результат. Бывают, конечно, другие экспертизы, они не обязательно судебные, да, вот, связанные там с какими-то, так сказать, большими, ну, вернее, так сказать, с уголовными какими-то делами, да, с гибелью людей, с причинением вреда, там, и прочего, да. Бывают экспертизы судебные, ну, не уголовные, например, ну, там просто обрушилось какое-то здание, но, по счастью, никто не погиб, да, ну, большой материальный ущерб нанесен, да, вот, по всем этим. И надо определить, кто виновник этого ущерба и кто будет выплачивать большую компенсацию, да, вот. Бывают такие работы тоже, вот, но, опять же, в тех случаях, когда следствие или, там, значит, арбитраж, предположим, да, по этим делам не закончен, мы не имеем права разглашать только эксперты, да. Ну, разумеется, бывает экспертиза не только вот проектов, да, бывает экспертиза, ну, да, бывает экспертиза проектов на стадии проектирования, да, вот, на стадии проектирования. Вы спросите, каким образом мы участвуем? Отвечу, нас довольно, ну, нельзя сказать часто, но нередко привлекает в качестве независимых привлеченных экспертов, например, главная государственная экспертиза России, да, ну, через которую проходят как раз эти уникальные, особо ответственные объекты. Вот целый ряд объектов, там, через нас прошло, могу отдельно тоже вам рассказать, какие, каким результатом мы пришли. Это тоже, как бы, мы можем разглашать по простой причине, потому что по итогам государственной экспертизы, ну, вы, наверное, это знаете, если нет, скажу, из этой экспертизы есть два выхода, грубо говоря, да, либо отрицательное заключение, ну, и, как бы, оно сейчас вывешивается официально, на основании чего экспертиза должна, дала отрицательное заключение на проект, да, ну, то есть он удовлетворяет таким-то, таким-то требованиям и так далее. Либо положительное заключение, значит, положительное, что всем критерием удовлетворяет, разумеется, это может быть несколько итераций, то есть не с первого раза, то есть экспертиза дает свои замечания, заявители их учитывают или как-то отвечают на эти замечания, или проводят какие-то дополнительные исследования и так далее, да. То есть если положительное заключение, ну, тем более мы можем, да, давать, ничего себе, значит, комментарии дальнейшие, как эксперты по поводу того, в чем там были вопросы, да, как они решались, да, опять же, на пользу нашего строительного сообщества профессионального мы это делали. Ну, вот в моей практике было несколько таких очень интересных объектов, где глава госэкспертиза нас привлекала, да, ну, если вы не против, я могу, значит, поделиться с вами некоторым опытом здесь. Спасибо вам за вопрос. Так, еще один вопрос. Так, подойдите, еще один. Здравствуйте. Я Васюх Павел, у меня есть такой вопрос, посоветуйте, пожалуйста, программу «Комплекс», который позволяет наиболее корректно реализовать взаимодействие грунта непосредственно с созданием, потому что вот по каскаду он в этом плане очень сильно ограничен, ну, так, какой у него. Значит, Павел и уважаемые коллеги, я правильно расслышал ваше имя, Павел, да? Правда, правильно. Значит, смотрите, вы задали совершенно правильный вопрос, ну, так сказать, неправильных вопросов не существует, существуют неправильные ответы, как известно, да, но я бы хотел так, вот теме программного обеспечения вообще, да, и что существует, и где вообще мы находимся здесь, я бы хотел посвятить, может быть, отдельное занятие, да, ну, если Татьяна Львовна не против, да, почему? Потому что здесь есть о чем рассказать, есть что показать, есть застижения, но есть и проблемы, да, ну, не только со скадом, разумеется, есть проблемы, да, вот, тем более, что мы, как бы, сами авторы программы «Комплексов», мы можем на эту ситуацию ввенуть и снаружи, как эксперты, да, например, и изнутри, как разработчики программного обеспечения, да, вот если вы не против, я, а вы будете ходить на мои занятия, то вы обязательно дождетесь, причем достаточно скоро, да, вот такого целенаправленного, значит, такой целенаправленной части моей лекции, да, касающейся вообще, так сказать, методологии построения моделей, реализации этих моделей в программных комплексах и какие программные комплексы сегодня на что могут претендовать по сути и с точки зрения их качеств, которые они доказали в процессе верификации, да, разного рода. Не против? Да, не против, спасибо. Да, не против, спасибо большое. Ну, включая ваш вопрос о взаимодействии сооружения с основанием, да, более, так сказать, подробные модели, более развитые программные комплексы, которые эти модели и визуны, да. Еще есть вопросы. Ну, спасибо большое, Александр Михайлович. Так, вы только не стесняйтесь, значит, если вам интересно, говорите, неприятно будет, и главное, я, так сказать, буду знать, что я правильно-правильно двигаюсь. Если вам что-то неинтересно или там вы, вам совсем другое хотелось бы услышать, да, тоже говорите или пишите, значит, есть такая возможность писать нам, да, вот, зайдите на сайт, посмотрите, значит, нашу почту и пишите, да. Будем рады вам с вами взаимодействовать. Все, вопрос об нет, Александр Михайлович, большое спасибо. Все прошло замечательно. Все прошло замечательно. Наши слушатели и я, в том числе, получили большое удовольствие. Ну что, до встречи? До встречи. До встречи через две недели, в среду, да, правильно я понимаю? Да, да, да. В среду в 2, в 2, в 2, в 2, в 2 по Москве, да, в 2.40. Подожди, в Москве, в Москве, в Москве это будет в 12.40. 13. 18.40 у нас началась 18.40 Значит, это будет 13.40 Я напомню еще раз вам 5 часов разницы, я помню Хорошо, спасибо большое за внимание За содержательные вопросы Надеюсь на продолжение Всего доброго Мы тоже надеемся Спасибо